МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Я приветствую всех участников сегодняшнего эфира и тема программы «Социальная политика Российской Федерации». Первый вопрос я адресую Надежде Акимовой в порядке регистрации кандидатов. Итак, в России еще в 2012 году утверждена национальная стратегия действий в интересах детей. Давайте обсудим эффективность ее реализации. Какие еще меры должны быть приняты для демографического роста в России? Пожалуйста, у вас две минуты. Добрый вечер, уважаемые избиратели. Хотелось бы сказать, что социальная политика – это не отдельное мероприятие и не призывы. Это система планов мер и действий. Та социальная политика, которая сегодня ведется государством, она не приведет к естественному приросту. Так как это преступление перед народом, фактически, как сегодня можно на такие детские пособия жить? Как можно сегодня матери вырастить ребенка в таких условиях, когда у нас фактически ликвидируется образование, бесплатное здравоохранение? Когда не хватает мест в детских садах? Поэтому, когда Владимир Жириновский въедет в Кремль, высокий уровень социальной защищенности станет основной работой государства. И государство обеспечит всем благополучную жизнь. Это основной лозунг нашей партии ЛДПР. Хотелось бы также отметить то, что социальная сфера сегодня должна развиваться и быть многогранной. Если мы предоставляем материнский капитал, то он должен быть действенным. Если мы даем пособия, то они не должны напоминать благотворительность, а действительно стать поддержкой материнства и детства. Сегодня Владимир Жириновский заявляет о том, что социальная политика страны должна работать так, чтобы каждый гражданин себя чувствовал. Чтобы в нашей стране не было ни одного бездомного, безработного и голодного. Так что, уважаемые избиратели, я предлагаю 18 марта прийти на избирательные участки и проголосовать за Владимира Жириновского. За мощный рывок России вперед. Спасибо большое. Артур Алексеев, какие еще меры должны быть приняты для демографического роста в России? Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что никакой членораздельной социальной политики в отношении данного вопроса ныне правящим режимом не производится. То, что вот осуществляется те меры и громко говорится о приросте населения. Все это абсолютно непродуманное, абсолютно спонтанное, принятое решение. Материнский капитал, прочее. Когда 20% населения является ниже уровня бедности, живут. Для них этот материнский капитал огромные деньги. И прежде всего это молодежь нищенствует. Молодежь без работы. Если люди будут работать, иметь нормальную человеческую заработную плату, иметь нормальные экономически обоснованные пенсии, то, наверное, народ сам справится с этим. А вы посмотрите, что сегодня происходит. Какие сегодня очереди на запись в школу? Появилось много детей. Детсады не готовы. Половина детсадов приватизированы было, помещения под совершенно другие виды действий. Кто это делал? Это делалось при этом правительстве. Поэтому при решении данного вопроса образцом является наш кандидат Павел Николаевич Грудинин. Он на территории своего совхоза построил великолепный сказочный детский комбинат, где бесплатно находятся дети не только работников совхоза, но и близлежащих населенных пунктов. Построил великолепную, лучшую, признанную в Европе лучшую школу по оснащенности, по педсоставу и по методике преподавания. Таким образом, он решил на своем уровне. И наш кандидат способен решить это на уровне всего государства. Именно комплексно, именно продуманно. И прежде всего, надо людям дать самим возможность работать, молодежи иметь работу, молодежи иметь возможность зарабатывать собственными силами. Наш кандидат это сделал. Спасибо большое. Алексей Егоров, какие меры еще должны быть приняты для демографического роста в России? Ну, Россия страна, устремленная в будущее. А будущее невозможно без заботы о новом поколении. Это одно из приоритетных направлений стратегии развития страны. Достаточно вспомнить, какой демографической яме мы были в 90-х годах. Смертность превышала рождаемость в 1,8 раз. А сейчас, уже с начала 2000-х годов, мы наблюдаем рост рождаемости. Рост рождаемости составляет сейчас, вырос в полтора раза. Рост рождаемости, конечно же, способствуют принятые руководством нашей страны меры по поддержке материнства и детства. Это материнский капитал, 453 тысячи рублей за рождение второго ребенка. За рождение третьего ребенка это земельный участок наш республиканский. А также с 2018 года матери будут получать пособие за первого ребенка. А также была продлена программа материнского капитала до 2021 года включительно. Что касается образовательной инфраструктуры, так тут тоже большие сдвиги. У нас бесплатное образование. Если да, в детских садах у нас были проблемы еще лет 7-8 назад, то сегодня эти проблемы мы не видим. Если наши ходят в детские сады частные, которые платные, то они возмещаются государством. Уже в этом году в республике Саха-Якутия было построено 26 детских садов и 8 школ. И все это в рамках реализации национальной стратегии в интересах детей. Как говорит наш президент, ведь речь идет о будущем стране. О том, чтобы в нашей стране рождаемость детей увеличивалась, а их условия жизни улучшалась. Спасибо большое. Микрад Заболотный, вам тот же вопрос. Какие еще меры нужно предпринять для демографического роста в России? Борис Юрьевич Читов не политик, он экономист. И у нас есть в партии роста целая стратегия роста, как развить страну. Ну вот, к примеру, если в ближайшие, последние, будем говорить, 18 лет экономика была кудринской, поскольку Леонид Алексеевич Кудрин управлял экономическими всеми, будем говорить, течениями страны, то с 2018 года, после выборов президента страны, возможно, появится другая стратегия роста, вот про которую мы и говорим, которую мы и предлагаем. Что такое стратегия роста? Это доступные кредиты на всей территории Российской Федерации, это стимулирование внутреннего валового продукта, это доступные лекарства, доступные рабочие места, это налоги, которые остаются в муниципалитетах. Ведь если говорить про демографию, демография не может быть оторвана от экономики. Демография – это часть экономики. Чтобы стимулировать экономику, мы стимулируем демографию. То есть, если мы говорим про материнский капитал, который сейчас около 450 тысяч рублей, то это единовременная выплата. Выплата должна быть постоянной и регулярной, это должно быть как на федеральном уровне, так и в регионах. И вообще, если регионы хотят подтянуться к федеральному материнскому капиталу, то для этого нужны им средства. Для того, чтобы должны быть средства в регионах, их нужно оставить в покое, то есть убрать часть налоговых выплат. Дальше максимально удобный режим регистрации и работы для самозанятых. Государство должно остать в покое для тех, кто обеспечивает себя сам. Спасибо большое. Итак, на этом мы завершаем первый блок вопросов. Переходим уже ко второму. Опять же, идем по порядку. Надежда Акимова. Борьба с безработицей в России. Причины и пути решения проблемы. Что делать? Программа нашего кандидата Владимира Жириновского сегодня выстроена на том, что нужно повышать сегодня систему, когда люди будут работать и самообеспечивать себя. О чем это говорит? Он много говорил о том, что нужно развивать Дальний Восток, который сегодня может стать, в принципе, кузницей новых кадров. В нашей программе ЛДПР сегодня борьба с безработицей расписана полностью. Программа очень обширная. Она не просто замкнута на развитии. Это в том числе и помощь населению в создании новых рабочих мест при помощи создания предприятий. В программе Владимира Жириновского прямо так и озвучено. Ни одного безработного. Сегодня мы должны сделать упор также и на молодежь. Вы посмотрите, сегодня молодежь от 18 лет до 23, те, кто желает работать, фактически нетрудоустроены. Они выходят из институтов, они также не могут найти работу. Особенно это ярко выражено в национальных республиках и в нашей республике в том числе. Посмотрите, мы заросли в этой клановости. Мы устраиваем своих родственников, близких, родных. А те люди, которые бы могли поднять нашу республику, нашу страну, они сегодня где-то за бортом. Поэтому это комплекс мероприятий, в том числе и по борьбе с коррупцией и с клановостью. Поэтому, когда Владимир Вольфович въедет в Кремль, государство заживет по-новому. Россия действительно станет сильной и не будет ни одного безработного. Поэтому голосуйте за Владимира Вольфовича Жириновского 18 марта и будем жить, а не выживать. Спасибо большое. Артур Алексеев, причины и пути решения проблемы безработицы в России? Ну, я должен сказать, что Владимир Вольфович никогда не въедет в Кремль. Потому что та ситуация, которая сегодня сложилась безработица, это в том числе голосование по указке нынешней власти, фракции ЛДПР в Государственной Думе, принятые законы. А что касается нашего кандидата, то программа нашего кандидата, это синтез программы Коммунистической партии Российской Федерации и идей, и подходов самого Павла Николаевича Грудинина. Называется «20 шагов Павла Николаевича Грудинина». В них речь идет как раз-таки о том, что ну как мы можем безработицу решить и как ее, значит, вот не теми ярмарками, которые сегодня проводят, не тот фиглярский, значит, вот конкурс управленцев России, где молодых людей пару сотен человек пригласили и собираются из них готовить там топ-менеджеров и так далее. Это нашей стране нужно гораздо больше, миллионы кадров нужны, сегодня нет профессиональных рабочих, поэтому безработица будет решена только, если по программе Павла Грудинина мы проведем новую индустриализацию Российской Федерации, построим, снова возобновим наши мощнейшие заводы, предприятия, сможем снова поднять сельскохозяйственное производство и питаться не гомопродукциями, значит, те, которые нам поставляют с Запада, а полноценными отечественного производства чистой продукции. Мы сможем решить проблему безработицы, если у нас, как в советское время, значит, будет развиваться север. Якутск, 350 тысяч жителей, какое производство есть здесь в Якутске, кроме как сомнище чиновников? Нет никакого производства. И эта власть вот так вот решает. Деньги все выводятся за рубеж. Более того, преступление, совершенное выводом денег за рубеж, сегодня уже амнистировано, заочно. А за украденный, значит, пирожок с голодухи бабки, значит. Спасибо большое. Спасибо большое. Алексей Егоров, причины и пути решения проблемы безработицы в России. Ваше мнение, две минуты. Ну, самый высокий уровень безработицы в России был в 1999 году. Проценты безработицы тогда составляли выше 12%. Сегодня же, с того времени, постепенно они снижаются, и сегодня мы достигли 5%. Когда, как в Евросоюзе, оно составляет 7,4%. На мой взгляд, один из причин безработицы – это устаревание компетентности. То есть, наш мир развивается, он становится современным, а компетенции устаревают. Для этого сейчас ведутся различные государственные программы по переквалификации и по повышению квалификации. Именно поэтому борьба с безработицей Владимиром Владимировичем Путиным в декабре 2017 года была объявлена приоритетным направлением на госсовете. В Якутии 2018 год объявлен годом содействия занятости. В этом году планируется создание более 3 тысяч рабочих мест. Действуют проекты «Молодежь-промышленность», а также конкурсы профессионального мастерства WorldSkills. Как говорится, повышение производительности труда и поддержка занятости в регионах – это цель, которую поставил Владимир Владимирович Путин регионам в 2017 и 2018 годах. Спасибо большое. И, Микал Заболотный, все-таки что делать с безработицей в России? Как бороться? Ну, во-первых, безработицы ни 5%, ни 7,5% быть вообще не должно, потому что, ну, как жить человеку, который не работает? Ну, это просто неправильно. Во-вторых, что нужно делать? Во-первых, нужно создавать рабочие места. Рабочие места нужно создавать, создавая какие-то производственные отраслевые предприятия, объединения. Создавать кластеры. Вот у нас в стратегии роста, например, есть такой пункт – создание 100 кластеров, независимо от столицы нашей Родины, 100 кластеров по всей территории Российской Федерации. Откуда взять деньги? Ведь на создание рабочих мест, на создание предприятия нужны средства, правильно? Средства можно взять из бюджета. Ну, как из бюджета? Часть бюджета – это Центробанк. Центробанк за последние годы, с 2015 по 2017 год, стимулирует тем, что повышает работу, будем говорить, или оставляет работать проворовавшиеся банки, которые уже давно должны уйти с рынка. Это примерно 7 триллионов рублей. Представляете, если 7 триллионов рублей влить в экономику и вот эти деньги направить на организацию, на производство новых рабочих мест, на создание новых отраслевых предприятий. Также, повысив эффективность управления государственной финансовой политикой, можно 700 миллиардов рублей. Еще дополнительно с казначейства качнуть, я имею в виду, бюджет для населения. Безработица – это… У нас ведь, смотрите, у нас ведь несбалансирован пенсионный возраст. Мы сейчас будем говорить дальше о нем. То есть, если у нас люди выше 60 лет работают, то они отбирают рабочие места у молодых. Если работают, если молодым нечего делать, у них появляются, вы как вы понимаете, они начинают уходить в теневой сектор экономики. То есть, это начинается незаконная предпринимательская деятельность. Спасибо большое. Итак, мы переходим к завершающему третьему блоку вопросов, обсуждений. Надежда Акимова, пенсионная система в России. Плюсы и минусы. На какие проблемы в первую очередь должен обратить внимание будущий президент? У вас ровно одна минута. Надо сказать, что в России правили сначала коммунисты, которые развалили в итоге страну. Потом у нас пришла правящая партия. И в той успешной стране люди, которые старшего поколения чувствуют себя уверенно, это говорит о том, что страна развита. Наши пенсионеры сегодня, к сожалению, ждут так называемых подачек от государства. Это не пенсия. Я предлагаю вообще, в принципе, министру экономики съездить в Чикурдах и прожить на 15 тысяч рублей, где булка хлеба стоит 100 рублей, извините меня. Поэтому реформу пенсиону надо менять, и она должна быть эффективной. Люди себя должны чувствовать защищенными в прямом смысле, а не ждать каких-то несчастных подачек. Поэтому благополучная жизнь для всех – это ОЗУНК, ЛДПР. И когда Жириновский въедет в Кремль, мы будем жить благополучно. Но у вас суть из-за Жириновского. Спасибо большое. Артур Алексеев, все-таки плюсы и минусы пенсионной системы в России. Да мне кажется, сегодня трудно найти даже очень умного специалиста, который мог бы объяснить, что сегодня из себя представляет вообще пенсионное дело. Поскольку пенсионная реформа проходит у нас перманентно, постоянно, каждый раз все сложнее, все труднее, простым людям его не понять. И более того, пенсии эти каждый раз все меньше и меньше становятся. Сколько шума было, что на 4% пенсию подняли в этом году. Целый месяц голдели, что вот президент подписал указ, на 4% пенсию подняли. А инфляция, даже по нынешней статистике российской, официальной, значит, 4,1%. То есть реально не увеличились доходы у пенсионеров, а сократились как раз на 0,1%. То есть сплошной обман. Пенсии изымаются, накопительная часть изъята, приостановлены ее выплаты. Одним словом, сплошной обман. И наш кандидат сделает пенсии экономические отношения. Спасибо большое. Алексей Егоров, на какие проблемы пенсионной системы страны в первую очередь должен обратить внимание будущий президент? Вообще, если сегодня в нашей стране проживает 145 миллионов людей, от них 44 миллиона жителей это пенсионеры. 71 миллиона это те люди, которые работают. Ну, остальные наши дети получаются. Получается, два рабочих человека на одного пенсионера, да? В год пенсионерам выплачивается 6,9 триллионов рублей. Вы только вдумайтесь в эти цифры. И 1,2 триллиона выплачиваются на социальные выплаты. Важно отметить, что Россия всегда выполняла свои обязательства по социальным обязательствам. Да, есть проблемы, да, в размере пенсии. Но, но, нам не надо забывать, что они хоть и медленно, но растут. И еще не надо забывать, что у нас в России один из лучших пенсионных возрастов. Женщины от 55, мужчины от 60. Когда-ка? На многих западных странах. Спасибо большое, Алексей Егоров. Итак, Михаил Заболотный. Плюсы и минусы пенсионной системы в России. Ну, вот смотрите, у нас в стране на одного работающего приходится несколько безработных. То есть, один кормит несколько человек. К примеру, если вот, например, во Франции или в Германии человек выходит в пенсионном возрасте, то есть он выходит на пенсию, у него получается продолжительность возраста дольше, чем в России. Соответственно, затраты в России меньше, потому что прожиточный возраст человека ниже. Соответственно, тут я вижу другие две проблемы. Во-первых, действительно нужно создавать рабочие места и стимулировать предприятия из госбюджета для того, чтобы увеличивать социальные пособия. Во-вторых, будем говорить, пенсионный возраст нужно понижать и вообще нужно создавать пенсионный фонд двух видов. Частный пенсионный фонд и государственный. Государственный это по желанию. Спасибо большое. Итак, на этом наши совместные агитационные мероприятия доверенных лиц кандидатов в президенты России завершаются. Я напомню, что сегодня мы обсуждали социальную политику Российской Федерации. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова